Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гуралье. Ровно 30 лет прошло с той ночи, с того дня, когда армейские подразделения зашли в город Баку. Что предшествовало этой военной операции и к чему она привела? Мы побеседуем на эту тему с писателем, историком, журналистом Петром Люкемсоном. Петра, добрый день! Добрый день! Вы, собственно, бакинец и в тот момент находились в городе. Расскажите нам, пожалуйста, что произошло, что было, что, так сказать, может быть не попало в дальнейшем в передовицы газет и в репортажи, которые проходили в последующие дни? Смотрите, невозможно понять, что произошло в Баку в январе 90-го года, не зная того, что происходило за три года, началось в 88-м году. Начался, собственно говоря, так называемый Нагорно-Карабахский конфликт, конфликт Нагорного Карабаха. И вот, так сказать, одним из эпицентров этого конфликта в итоге стал и стал Баку. Это было продолжение того, что было ранее. Это было ответом, безусловно, это было ответом на очень многие события. Потому что на этническую чистку, которую произвела Армения еще в 88-89-х годах, когда оттуда были ездены 200 тысяч азербайджанцев, это создало такой, очень, очень, еще более усугубило, я бы сказал, напряженность между двумя народами. Вот, и в кругах город наполнили беженцы, во-первых, сначала они наполнили сунгаид, после сунгаидских погромов их перевели в Баку, и они стали очередны, вот эти беженцы из Армении, они стали бездомные, голодные, нищие, вот ищущие, так сказать, ищущие вообще крышу над головой. Это стало очагом напряженности. И в итоге, где-то уже в декабре 90-го года, все знают, что готовятся армянские погромы. Кто их готовит, и зачем, непонятно, совершенно, ну, понятно, что главными исполнителями этих погромов станут беженцы. Вот, то есть, основные действующие лица были названы, в принципе, сценарий был образначен. Вот, и это было еще в декабре 90-го года, и очень многие армяне в этот момент, например, покинули Баку, но самое интересное, что покидали, покидало его в основном такое дееспособное население. Стариков оставляли стрелять квартиры, потому что они не хотели их терять, думали их продать, и в основном, значит, в городе из армян остались люди пожилые, ну, скажем так, даже очень пожилые. И армяне искренне рассчитывали, я знаю, что, кстати, я на большинство знал, что, в общем-то, народ очень такой миролюбивый, достаточно добрый. Они рассчитывали, что стариков точно не тронут. Вот, по большому счету, так оно и произошло. Но когда начались погромы, когда эти банды погромщиков, в основном состоящие из, я повторяю, из беженцев из Армении, так называемых, в Баку их назвали иеразные, иереванские азербайджанцы, начали ходить по домам, сами азербайджанцы стали создавать отряды сопротивления, и оказывается, эти погромщики в отпор. Нередко их гнали просто, гнали и оружие, кто-то достал старое, еще с временами не коотлическими военно-завалявшиеся, и топоры, естественно, пошли в ход. Вот, поэтому погромщиков в основном отгоняли, погрома не было. Ну, люди звонили в милицию, люди звонили в ЦК, люди звонили куда угодно, и говорили, ребята, тут у нас идут толку погромщиков, остановитесь, сделайте что-нибудь. Ответ был, да-да, мы знаем, но пока ничего сделать не могут. В результате, где-то числа к числу, где-то 17 января, оппозиционный народный фронт взял под свой контроль ситуацию в городе, армяне были, вот эти пожилые армяне, чтобы, так сказать, обеспечить их безопасность, они были собраны в здании морского вокзала города, их начали вывозить на пороге через Туркестан, просто чтобы, так сказать, утихомилить страсти. Одновременно, значит, началась паника среди неазербайджанского, скажем так, среди, потому что Баку был интернациональный город, и в нем прожило действительно очень много национальностей, и поэтому начались, значит, все испугающие цвет погромы конструкции, и поэтому начали успокаивать, по всему городу были размешаны истоки, русские евреи, вы наши братья, не уезжайте, все будет хорошо. И вот тут наступила ложь, и вот тут пошли слухи о том, что армия собирается войти в город, и после того, как уже все кончилось, лишь людей просто не давать войти. И азербайджанская молодежь, в основном студенты, они загородили, во-первых, ход в Сальянские казармы, это была такая, я бы сказал, военная база внутри Баку, самая большая военная база, и переклили основные магистрали к городу. И надеялись, значит, что вот своими телами, что танки не пойдут по их телам, они просто будут стоять, не оказывая никакого сопротивления, не стреляя, ничего, и все обойдется, никто не пойдет по трупам людей. Вот, где-то в 11.30, я думаю, ночью, я услышал выстрелы и выбежал из дома. Танки пошли по трупам людей. Танки просто проломили ворота Сальянских казарм, и пошли по стоявшим возле них, вот этим пикетчиком, пошли, то же самое произошло на магистральных трассах, на входе в город. Вот, кто-то тогда уже достал оружие, опять-таки, какой-то топотопный из современных Великосичных, и даже в Первой мировой войне там было, нашли винтовку, у нескольких людей действительно нашлось оружие, они пытались стрелять, ну, было просто смешно. И, короче говоря, я выбежал на улицу, я хорошо помню ту ночь, и увидел, что повсюду стоят солдаты, и штатки идут по городу. У меня еще не было тогда ассоциации с Будапештом, с Прагой и так далее, я просто побежал к этому солдату, что происходит, почему стрелялись по людям, он сказал, ой, иди домой, плохо будет. Вот, и я вернулся домой, и действительно, так сказать, стрельба продолжалась до утра, мы пережили страшную ночь, а утром, когда мы вышли на улицу, то увидели валяющиеся на улицах труп. Вот, собственно говоря, все, что и произошло в Баку 19 января, с дочью на 20 января 1990 года. Петр, ну, первый вопрос, который назревает, почему власти не предпринимали никаких действий, когда происходили вот эти погромы и стычки, как вы говорите, стычки были практически между азербайджанцами, тех, кто, значит, приезжими, которые осуществляли эти погромы. То есть, была милиция, были там войска... Не было милиции. Нет, я поэтому и спрашиваю, милиции не было на улицах, но физически милиция была, казармы были, то есть, там были какие-то внутренние войска. Почему руководство республики не оказывало никакого сопротивления, не пыталось навести порядок? Дело в том, что руководство республики в тот момент уже было парализовано. Фактически руководства республики, как такового, не было. Власть была в руках, все команды передавались из Москвы. И милиция, и армия бездействовала по приказу из Москвы, которая, видимо, знала, как это сделать. Видимо, было решено довести, так сказать, все до температуры кипения, и вот когда это все закипит, войти в Баку как спаситель, успокоить страсть и так далее. Зачем? В чем смысл? Я ваш не как каратель. Зачем? Зачем Москве это нужно было? Вы понимаете, что делать? Я думаю, что это был уже тот период, когда власти начали просто это самое. Власти начали просто тихо-тихо ездить с крыши. Она почувствовала, что она перестает контролировать ситуацию. Зачем тоже, я могу задать тоже вопрос, зачем Белисси в апреле 1989 года надо было рубить людей с оперными лопатками, которые просто стояли у здания парламента и требовали, здания Верховного Совета и требовали перемен. То есть, у нас съехала с катушек, поэтому был Вильнюс, мы знаем. То есть, и она пыталась, видимо, я не случайно вспомнил правую Бодопишу, она пыталась принести методы, которые работали в прошлом, но это было уже начало 90-х, и эти методы не работали. Все-таки гласность и перестройка, объявленные Горбачевым, уже сделали свое дело, и народ уже не хотел становиться на колени. Его можно было поставить снова на колени, только сила. А что произошло после этого? То есть, вот войска зашли в город, и что дальше? Дальше продолжался, на самом деле, кошмар. Ну, во-первых, похороны на убитых, все это рыдание, до сих пор, у них их разыграбельжанские женщины, которые рыдали над трупами. Это было жуткое зрелище. Но потом вели комендантский час. Комендантский час продолжался довольно долго, и армия бесчинствовала, в принципе, и во время комендантского часа, и на улицах. То есть, видимо, армия сказали, что она может вводить порядок любыми методами. И были совершенно вопиющие случаи, когда, так сказать, ну, кровью, значит, привезли в Баку Тамбовскую, Тамбовскую, извиняюсь, дивизию, вот, которые, там были мальчишки, им это ощущение торгового, того, что они могут сделать все, что хочешь, безусловно, ударил, в голову. Я могу повести только один пример, который я расследовал как журналист. Группа из трех азербайджанских ученых, которые жили в Баку и работали в Сангаите, решили все-таки поехать там в работу, как-то будто бы. В Сангаите, наши советские сутки, потому что у них были опытные, у них там стояли какие-то проекты, и они выехали. И были раздавлены танком. Он танк просто проехался по их машине, хотя они ничего не нарушали, и не было сигнал оставляться, и так далее. Вот потом судили, разбирались, и сказали, что произошла какая-то техническая ошибка, вот танк отказал, отказал, и отказали, я не знаю, что он могло отказать, тормозали, что-то такое, вот поэтому танк наехал на машину. И вот таких бесчинств было очень-очень много. Больше того, были очень странные смерти, в том числе и одного из руководителей армии в городе, который поспел, по слухам опять-таки, поспел заявить, что то, что делает армия, это беспредел, и это надо как-то останавливать. А кто был тогда у власти, и привело ли это к смене власти в городе, и именно в Азербайджане? У власти был Горбачев, да, безусловно, у нас привело к смене власти. У власти тогда был Горбачев, или сезон был Горбачев. Нет, Горбачев был в Москве, я имею в виду, кто в Баку. В Баку был, насколько я понял, был Кеврат Багинов, вот, и там, после этого, сменили первого секретаря ЦК ОКОМПАРСИЯ Азербайджана на ставленника Москвы, Микюр, кстати, очень интеллигентного человека, который долгое время работал для Азербайджана, в принципе, потерял связь с Воликой, и он не был лидером. Он был действительно очень большой умницей, я с ним встречался. не беседовал, и видел то, что он пытался сделать. Большая умница, интеллигентный человек, но человек, который не был создан совершенно для того, чтобы управлять республикой. Тем более, в такой трудный, переломный момент. Петр, а сколько примерно, по официальным и неофициальным данным, сколько было погибших, сколько было пострадавших? Я сейчас, уже прошло очень много лет, я не помню, когда я помнил эти цифры. Есть целая рель так называемых шахидов в Баку. Большинство из всех, кто лежит на ней, это жертвы именно вот этого черного января 90-го года. И там, кстати, там есть две еврейские могилы, и это тоже я расследовал. Дело в том, что армия стреляла по скорой помощи. Десятки амбулосов были в тот день обстрельный, и в одном из этих амбулосов находился врач Александр Мархевко, еврей, который спешил по вызову, потому что вызовов было очень много. Вот и в кармане у него, когда, значит, уже он был убит, когда его раздевали, в кармане труп, раздевали труп, в кармане нашли билеты пластические. Ну, вызов из Израиля должен был в ближайшее время репатриироваться. Вот еще одна девочка погибла, Вера Бесарцева, ей было всего 16 лет, и погибла она вообще совершенно дико, то есть армия стреляла во все стороны, в том числе и по домам, и случайно по вызову целого окна и убила девочку. Вот тоже еврейка и тоже семья готовилась вот-вот, что называется, импатриироваться в Израиле. Ну, и были такие трагедии, оба они, и верописательцы, кстати, Александр Мархевко лежат на той же самой аллее Шахидов. Ветер, было ли какое-то расследование, были какие-то, так сказать, суды, наказали виновных, кто-то за это понес ответственность? Никто абсолютно никакой ответственности не понес, больше того, попытки привлечь хотя бы вот, за тот же раздавленный автомобиль, за гибель трех человек, жигули, они сидели, все жигули. Тоже, в принципе, ничего не дали, по-моему, водитель танка получил несколько месяцев тюрьмы. Абсолютно не было, никакой комиссии тогда не было такой практики, просто-напросто. Вот поэтому никто, абсолютно никто ответственности не понес. спасибо, спасибо, Петр Лекемсон. Ну что, светлая память погибшим, к сожалению, это страница истории, которую нужно периодически открывать для того, чтобы помнить. Дорогие друзья, программа «Тема дня», переходим к следующему айтему нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин